В школе быть и не одному корпусу. На площадке, выбранной под строительство, встретились местные жители и представители городских властей. Все вместе и разработали план действий. Готовый просек, все в общем доступе, все проектные, изыскательные, там геология проводилась. Средства, необходимые для строительства новой школы, поступят из федерального бюджета. Этих денег хватит на возведение учебного центра для 600 детей, что недостаточно, по мнению людей. Городские власти нашли компромисс. На месте бывшей турбазы «Экономист» появится еще один учебный корпус, рассчитанный на 900 человек. Строительство начнется уже весной следующего года. Для этого уже сейчас идут подготовительные работы. Сроки Стахановские. Такие объекты в истории Самары за такой срок не строились в сегодняшний момент. Не строились только в советские времена. При подготовке этого проекта ставилась задача максимально возможной, с учетом нахождения этих деревьев поблизости полосносимых сооружений, с них уже сегодня снести эти деревья, чтобы не тратить максимально на это время при начале строительной монтажной работе строительства. Построить первый корпус школы должны до декабря 2020 года. И в 2020 году начнут проектировать второе здание. Его строительство не повлияет на работу школы. Закрываться она не будет. Наша задача сделать так, чтобы в максимально короткие сроки здесь школа появилась. Если здесь у кого-то остались сомнения, что какие-то не те деревья срубили лишние, неправильные, мы готовы организовать комиссию с зеленхозом, с нашими специалистами, с ДУИ, и вас готовы туда включить. Уже завтра судьба школы на пятой просеке будет обсуждаться на уровне областных властей. Жителей навстречу позовут и обещают их мнение обязательно учесть. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова